В моей камере было 150 человек, при этом она размером была 200 с чем-то квадратных метров. Там люди спали по 5 человек на двух сдвоенных кроватях. При этом часть кроватей была вообще не занята, и это специально делалось. Ну, например, спальное место и доступ к смартфону на пару часов в день могло стоить 1010 в месяц. В ФСБ-сизо уже, когда я сидел на шпалерной, с одной стороны, очень контроль серьезный, это достаточно строго. Но при этом никто себе не кошмарит. Самый большой контраст между колонией в Карелии, где я находился, и вообще провинциальными СИЗО, всеми не в Питере, и ФСБ-шным СИЗО. Ну, это, конечно, контингент «Тушите свет», там не о чем пообщаться. Это абсолютно бессмысленная, негуманная система. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Дело террористического сообщества «Сеть», которое, казалось бы, ушло из новостной повестки, в последнее время снова привлекает к себе внимание. В начале весны ФСБ отчиталось о новых обысках в Москве у предполагаемых участников этой запрещенной организации, а из колонии освобождаются некоторые осужденные по этому делу. Дело Сети появилось в конце 2017 года. Тогда следователи обвинили 11 молодых людей из Санкт-Петербурга и Пензы, придерживающихся анархистских и антифашистских взглядов, в том, что они создали террористическое сообщество, собирались совершать теракты и свергать власть в России. В 2020 году в Пензе, а затем и в Санкт-Петербурге, суды приговорили обвиняемых к срокам от 3,5 до 18 лет колонии. Дело Сети, разделившееся в итоге на пензенскую, питерскую и с недавних пор московскую части, — одно из самых известных пыточных дел в России. Большинство подсудимых вину не признали и неоднократно заявляли о применявшихся к ним пыткам. Летом 2021 года на свободу вышел первый осужденный питерский антифашист Игорь Шишкин. Он признал вину, заключил сделку со следствием и получил самый маленький срок — 3,5 года колонии. Вторым, 21 апреля этого года, из колонии в Карельской Сегеже освободился 31-летний антифашист из Санкт-Петербурга Юлиан Бояршинов. Он отсидел 5 лет и 3 месяца, большую часть из которых провел преимущественно в следственных изоляторах. После освобождения Юлиан Бояршинов уехал из России, и сегодня он гость нашего подкаста. Юлиан, вот вы уже месяц на свободе, вышли из колонии. Расскажите, как прошел этот месяц, какие впечатления от этого месяца? Это было очень насыщенное время, особенно первые несколько недель. Это была такая перегрузка эмоций, впечатлений, информации новой. Очень нужно было много всего успеть. На меня хотели наложить административный надзор, который бы заставил меня 8 лет находиться в России, жить по определенному месту жительства, быть с 10 до 6 дома, отмечаться в полиции 2 раза в месяц, по-моему. Чтобы этого всего избежать, в том числе, мы подали апелляцию. Пока апелляцию не рассмотрели, административный надзор не вступил в силу, и я мог уехать. И у меня, соответственно, было немножко времени, пока я мог легально это сделать. Неделю я, по-моему, провел примерно в России, и за это время нужно было там повидаться со всеми людьми, с близкими, кто меня поддерживал, там, с родителями успеть пообщаться. Очень хотелось с женой пообщаться, потому что мы очень давно не виделись, и, конечно, значительную часть этого времени, на самом деле, провел с ней. Очень много читал новостей, потому что в тюрьме я 5 лет был в таком практически в вакууме. С первого времени еще какие-то новости до меня доходили. Потом, когда война началась, совсем тяжело стало. Перестали совсем какие-то новости пускать там про политику. Поэтому я просто очень много наверстывал, очень много читал и про войну, и про свое дело. И про вообще то, что в мире происходило. А вас что-то удивляло из прочитанного? Вы себя ловили на мысли, что вот вы что-то читаете, и сами себе говорят, нет, этого не может быть. Впечатлило скорее фиксирование каких-то событий. То есть, когда смотришь конкретные видео, фотографии, не знаю, какого-нибудь города целого, там, видишь с карты, вот какой он был до войны, и какой он стал после войны, там, просто поле все разрушено. Это и в тюрьме я мог предполагать, как-то фантазировать. А тут конкретно видишь конкретные кадры, и это, конечно, эмоционально намного сильнее. Расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет, чем вы занимались, где учились, работали, что вас интересовало? Мне 31 год. Было 26, когда меня арестовали. Я учился в ИТМО на инженера по лазерным технологиям. Но не доучился, бросил. Тяжелое такое время было, достаточно нужно было работать. Работал преимущественно промышленным альпинистом. Висел на веревках над всяких зданиях высоких, строили мобильную связь, монтировали электрооборудование, мыл окна, чистил крыши от снега. Параллельно я, не знаю, наверное, лет 17 был участником антифашистского движения. Я участвовал в разных акциях, инициативах, что-то сам делал. Участвовал в еде вместо бомб, мы кормили бездомных. И такая акция была про то, сколько денег тратит государство на вооружение новое, на оборудование, при этом сколько людей находится в бедности и не имеют средств даже на еду. Потом я организовал фримаркеты в Петербурге достаточно долго, может быть, лет 5. Такое мероприятие, куда каждый человек может прийти, принести какие-то вещи хорошие, которые ему стали не нужны, и забрать что-нибудь, что ему нужно. Участвовал в зоозащитных акциях, ездил в приюты, волонтерил во всяких антифашистских акциях, в митингах, всякие разные. Короче, очень много всякого движа было в тот период у меня. А чем привлекло вас именно антифашистское движение? Почему выбрали именно его из кучи других возможных? Ну, это такой период, когда молод, и видишь множество недостатков мира, и очень хочешь как-то сделать его лучше. Как именно столкнулся я с антифашизмом, я не помню, но для меня это было очевидно, что фашизм — это плохо, антифашизм — это хорошо. В моем детстве я помню скинхедов, что вот были такие, значит, лысые ребята, они там всех колотили, нерусских колотили. Какие-то расовые предрассудки национальные для меня с самого начала были неприемлемы, поэтому антифашизм оказался, ну, таким явно положительным, добрым, хорошим чем-то. Будучи антифашистом, можно не только противостоять фашистам, а заниматься экологией, какими-то социальными штуками, феминистскими штуками. Все это достаточно сильно переплетено в России. — Скажите, а вот за время этой вашей активности вы когда-нибудь сталкивались с представителями российских властей? Может быть, у вас были конфликты, какие-то задержания на митингах, протестных акциях? В общем, как вы узнали государство? — Да, конечно. Столкновения были, и были знакомые, которых арестовывали, на кого уфабриковали дела. Были просто банальные какие-нибудь задержания. Я помню, была такая, не знаю, это шутка или не шутка. Каждый 1 мая мы проводили шести анархистов, антифашистов в Петербурге. И, по-моему, там чередовалось примерно то ли каждый нечетный, то ли каждый четный год. Обязательно всех задерживали, всех арестовывали и все запрещали. Один раз был то ли митинг, то ли пикет в Приморском районе, по-моему, против уплотнительной застройки. Какая-то локальная такая проблема. К нам пришли, и там просто спонтанно начали задерживать людей. И вот просто я попал в отделение полиции, там ночь провел. Суд отложили, потому что сотрудники полиции как-то совсем криво составили бумаги. Невозможно было меня по ним судить. Меня отпустили, переназначили суд. — А потом суд к чему приговорил? — Я, честно говоря, на этот суд просто не пошел, и все, эта история закончилась. — А расскажите, пожалуйста, о своем опыте тогда уже вот этого серьезного, большого сначала задержания, потом ареста. Как это все было? Насколько вы были готовы, судя, по рассказам друзей, что происходит именно так? — Да, конечно, это очень тяжело. Резко все уже сломается. Никто никогда к этому не готов. Всегда это происходит неожиданно. И стрессово, и тяжело. Помогало мне, может быть, да, то, что я чуть-чуть был с этим знаком, слышал, как это происходит. Понимал, что я далеко не первый человек, который проходит арест. Уже в тюрьме я читал довольно много воспоминаний о Шаламова, Солженицына, Евгении Гинсбург, про то, как они в влаге сидели. И это мне очень помогало, что люди как бы сидели в намного более тяжелых условиях, и при этом проходили все эти испытания. Очень меня вдохновлял опыт Веры Фигмер, которая там 20 лет, по-моему, в одиночке сидела в Петропавловской крепости, а потом вышла и сохранила здоровье, даже там деятельностью еще занималась. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с Юрианом Бояршиновым, одним из осужденных по делу Сети, который недавно вышел на свободу. Вы были в нескольких следственных изоляторах Санкт-Петербурга. Вот могли бы чуть подробнее рассказать, что там было, какие были условия. Все равно закрыли ВВС Приморского района. Там я сидел в небольшой камерке. Ко мне подсидели, видимо, какого-то подсадного человека. Такой огромный, здоровенный дядька, весь в татуировках, со сломанным носом, с какой-то нелепой легендой, который пытался все от меня, какую-нибудь информацию получить, кто я такой, почему я сюда попал. Это до суда по мере пресечения находился ВВС, потом попал в Кресты, в новые Кресты. Кресты – здоровенная огромная тюрьма европейского образца, по идее, должна была быть по проекту. На самом деле там как бы навровали всего. Там было относительно неплохо, потому что было изначально запроектировано достаточно много пространства. Четыре метра, которые по закону положены, они там были. Вот я был в четырехместной камере, у нас там метров 16, наверное, было окно, снаружи решетка, внутри не было решетки. Ну, типа, был свет, там, по-моему, была даже горячая вода там. Душ точно был с горячей водой. Ну и пространство, самое главное пространство. Типа, одно дело, когда ты сидишь там у вас там по метру, в Крестах все-таки, ну, более-менее приличнее все это было. Банально свежий ремонт, там, не знаю, стены как-то, светлая краска. Меньше все это давит. Есть СИЗО какие-нибудь очень старые, что было в Ярославле или в Новгороде, когда мы приезжали там просто тюрьме уже 300 лет, ее там при Екатерине построили. Там везде эти красные кирпичи с царскими клеменами. Все там краска обваливается, трава такое как висят. С другой стороны, как бы, тоже все фигня, мелочи. Скорее, может быть, другие какие-то вещи более важны. Там какая атмосфера, какие соседи, какое отношение администрации. А какая атмосфера, какие соседи, какое отношение администрации. Вот если сравнивать, и поясните, пожалуйста, почему вы попутешествовали, скажем так, по следственным изоляторам в разных городах. Атмосфера очень-очень разная. Сначала меня закрыли в кресты один. Отношение администрации там было такое, что они только открылись, там всегда не хватало сотрудников, и поэтому там, в принципе, сидели, сами себе предоставленные, не было режима, не заставляли ночью спать. Почему я оттуда уехал? Потому что ко мне туда стали приезжать сотрудники ФСБ, и говорит, давай, там вот нам такие показания, скажи, что вот этот человек террорист, скажи, что вот этот человек террорист, скажи, что вот этот тебя вербовал, мы все знаем, ты там подпись поставь. Я им стал объяснять, что да я этих вообще не знаю, и тех не знаю. Вот эти события в совсем ином ключе происходили. Приезжали-приезжали ко мне, мы общего языка не нашли, они сказали, что ну мы тогда будем на тебя воздействовать, к другому. И перевели меня тогда уже в Горелово. И вот в Горелово была, очень атмосфера сильно отличалась. Там конкретно меня попрессовали в полгода. А что представляет собой СИЗО Горелово? Это ФСБшное СИЗО? Горелово это как раз не ФСБшное СИЗО, это немножко за городом. СИЗО, по-моему, переделано, но то ли из военной части, то ли из колонии, потому что там камеры, это вот бараки. В моей камере было 150 человек, при этом она размером была там 200 с чем-то квадратных метров, по-моему, 116 спальных мест там было. Там были тяжелые бытовые условия, там люди спали по 5 человек на двух сдвоенных кроватях, практически в повалку друг на друге. При этом часть кровати была вообще не занята, и это специально делалось. Это как бы такое, называется Красное СИЗО. Там администрация контролирует ситуацию при помощи осужденных, которые работают на администрацию, они называются активисты. Контроль они осуществляют насилием, угрозами, запугиванием. Отжимали людей деньги, деньги брали буквально за возможность спать с одному на кровати, за еду какую-то более-менее нормальную. Там были, естественно, и телефоны, там были плитки, там был повар специальный, посуденный, который готовил для активистов и для людей, которые платят какие-то специальные деньги. О каких суммах вообще речь идет? Ну, например, спальное место и там доступ к смартфону на пару часов в день могло стоить тысячу десять в месяц. Ну, и в зависимости от того, как там человек договорится, может, тысяч за пятнадцать, он там еще получал побольше телефона, там не на пару часов, а на подольше. Ел иногда приготовленную еду. И администрация на это все смотрела сквозь пальцы, суть по всему. Не то, что сквозь пальцы, а из разговоров с оперативными сотрудниками было понятно, что они не то, что знают об этом, они все это контролируют, они эту систему придумали. Ну, представьте, 150 человек в камере, а из них там, ну, допустим, человек 50 платят какие-то деньги, довольно крупные суммы. С таким вы сталкивались только в Горелово? В Крестах не было ничего подобного и в следующих изоляторах? Именно такое я видел только в Горелово, но сама идея, что красное СИЗО и активисты всем заправляют, избивают других осужденных, там запугивают, это характерная штука для красных колоний и СИЗО. Потому что, например, потом, когда я уже сидел в колонии в Карелии, Карелия, она славится тем, что у них красное-красное. И вот раньше у них там и избивали, и что угодно, а сейчас у них красное-красное, всем заправляет администрация через активистов, но там никого не избивают, и ни у кого не отбирают деньги, и там все более близко, наверное, к тому, как это по бумагам вообще должно происходить. А в Горелово, например, там это было постоянно, там кому-нибудь пятки трубой пластиковой отбивали, ягодицы доской отбивали. Я был, по-моему, в 8 или в 9 разных СИЗО, и, в принципе, везде чуть-чуть была ситуация разная. В ФСБшном СИЗО уже, когда я сидел на Шпалерной, там нету активистов, там по два человека сидят. С одной стороны, очень контроль серьезный. В маленькой этой камере, в 8-метровой, там две камеры видеонаблюдения. Там все по правилам внутреннего распорядка, все достаточно строго. Но при этом никто все не кошмарит, все вежливо к тебе обращаются, там чуть ли не на вывод. И там было, ну, в принципе, вполне нормально сидеть. Почему вас постоянно переводили из одного СИЗО в другое? Вы сказали, что вот в крестах к вам приходили сотрудники ФСБ, и им не очень нравились ваши показания. Это по их инициативе вас переводили с целью выбить нужные показания? Или, может, какая-то другая версия у вас? Нет, конечно, да. И они сами об этом говорили. То есть они мне угрожали тем, что они переведут Горелого, и всячески описывали, что со мной может происходить там. От насилия физического, психологического, там, сексуализированного насилия. Перевели меня в Горелого, там активисты уже были конкретно заряжены. Они сказали, что у них вот есть задание конкретно по мне работать, создавать для меня такие условия, чтобы я как можно скорее пошел на сотрудничество. Там я полгода, собственно, находился, а потом меня и Виктора Филинкова, он тогда тоже содержался в том же СИЗО. Где-то летом нас решили этапировать в Пензу, якобы для следственных действий. Этап до города Пензы шел через Ярославль, через Нижний Новгород, из Петербурга, из Горелого. Приехал в СИЗО Ярославля, там провел типа недельку или две, оттуда нас привезли в СИЗО Нижнего Новгорода. Там я провел еще какое-то время, и оттуда нас привезли уже в СИЗО Пензы. И этот путь, по-моему, занял типа месяц я ехал. В Пензе мы побыли какое-то время, меня, по-моему, вызвали на очную ставку с Арманом Сагенбаевым, мы там посмотрели друг на друга впервые, сказали, что мы друг друга не знаем, они это все записали, и потом я поехал опять в Питер, опять таким же путем, тоже через Нижний Новгород, через Ярославль. И по возвращению в Питер меня на какое-то время поместили в СИЗО-4, ну, тоже чисто такая логистическая, по-моему, штука. И после этого они меня уже поместили в СИЗО-3 в Синроссии, это вот ФСБшное СИЗО маленькое на Шпалерной. Там я долго-долго сидел, там, по-моему, три или три с половиной года. И потом мне уже, когда прошел суд приговор, меня повезли в колонию через Петрозаводск. Две недели я провел в СИЗО-1 в Петрозаводске. Атмосфера и нравы в следственных изоляторах в этих, очевидно, отличались, судя по вашему рассказу. А публика? Самый большой контраст вот между колонией в Карелии, где я находился, и вообще провинциальными СИЗО, всеми не в Питере, и ФСБшным СИЗО. Потому что вот в колонии ВК-7 там очень много ребят сидело по наркотикам, по каким-то небольшим преступлениям. Это люди либо вообще без какого-то образования там школу не закончили, либо там они вот 9, а там 11 классов закончили. Вот они сели, там украли какую-нибудь колбасу, за нее сели, или там за хранение одной дозы каких-нибудь солей. Ну и это, конечно, контингент «Тушите свет». Там не о чем пообщаться. Это люди, которые вот в этом мире живут. Даже не сказать криминальным, потому что у них вся жизнь, вот она связана там с наркотиками, с какими-то небольшими преступлениями, каражами, перебежами. Конечно, тяжело взаимодействовать, тяжело не иметь возможности интересно пообщаться. А очень сильно отличался контингент ФСБшном СИЗО, потому что там сидели все клиенты ФСБ, это все там какие-нибудь либо чиновники, либо предприниматели крупные, люди с высшим образованием, с интересным жизненным опытом. Интересно общаться, и вообще проще договориться и наладить как-то быт. Если там человек сидит за наркотики, то он сидит, потому что его там поймали с чемоданом кокаина какого-нибудь. Вот я сидел с Полгарином, у которого там 40 килограмм кокаина было в чемодане, вот его задержали. Другой чувак, он организовал производство синтетического наркотика, у них там целый ангар был. Реально производство, там чуть ли не на погрузчиках, они сотнями килограмм производили наркотики. И интереснее с такими людьми сидеть, нежели сидеть там с ребятами, которые сидят за то, что вот они там велосипед где-нибудь угнали. А насколько сильно отличалась колония, да, вот помимо людей, которые там находились, от того, что было в СИЗО, какие первые впечатления от колонии, когда вы туда приехали? Сильно на это влияла слухи, какая-то информация, которую я слышал про Карелию, потому что она знаменита тем, что там творился всякий кошмар. И так действительно было достаточно долго. И мне просто повезло, что в какой-то момент у них сменилась опять же стратегия, там несколько раз менялся начальник колонии, и сейчас там все-таки более-менее стало нормально. То есть, короче говоря, я очень много страшил и кошмаров всяких слышал, что я приеду, сейчас меня будут избивать, оставлять, целовать там какой-нибудь деревянный член, будут там по лицу всем колотить там ёршикам унитазы и всех, значит, насиловать. Это сильно, да, влияло на мое восприятие и ожидание. Ну и когда я приехал, там тоже как бы не сказать, что прям супервесело, приемка там такая, как бы, чтобы взбодрить немножко в тонус вести, чтобы отбить какое-либо желание с этой системой бороться и максимально подчинить. То есть на встрече били? Нет, там, говорю, что там сейчас не бьют, скорее орут, там что-нибудь типа заставляют бегать, там заставляют выполнять какую-нибудь бессмысленную работу там целый день. Там такая система, сначала ты попадаешь в карантин. Это отдельный отряд с очень строгим распорядком, который строже даже, чем как бы должен быть на бумагах. У нас конкретно не было вообще личного времени. Мы весь день либо убирались, либо смотрели обучающие ролики там про правила внутреннего распорядка, либо сидели и читали друг другу вслух правила внутреннего распорядка, либо гуляли, причем гуляли там цепочкой, чтобы там никто ни с кем не разговаривал. Нету писем, нету телефона. То есть ты попадаешь, создается впечатление, что все, ты изолирован. Если сейчас что-то произойдет еще хуже, ты ничего не можешь с этим сделать. Часто мы стояли, строим, и вот мы учились здороваться все. Там надо было учиться. Здравствуйте, гражданин, начальник. Потом тренировались отвечать на вопросы. Потому что приходят периодические сотрудники колонии и спрашивают. Все у вас нормально, есть какие-нибудь вопросы. И надо хором ответить. Нет. И все, потом он уходит, надо громко всем асинхронно прокричать. До свидания, гражданин, начальник. Но надо сказать, что раньше карантин, конечно, сильно отличался. Там просто ты приезжаешь, тебя тут же колошматят, потом чуть-чуть с тобой разговаривают, еще раз колошматят, потом что-нибудь бежать делать, работать, потом еще тебя колошматят. Сейчас, конечно, в том порядке куда гуманнее. В принципе, карантин нужен, чтобы вычислить людей, которые как-то готовы сопротивляться, не повиноваться этим законам или наоборот тихо, спокойно может сеть. Потому что продолжительность карантина, она сильно может отличаться. Кто-то там может неделю провести, кто-то может месяц провести. У меня он сильно затянулся на два месяца с чем-то. По идее, после карантина надо попасть в обычный отряд. Там почти все работают, там режим просто поспокойнее. И вы работали? Нет, сразу по приезду практически мне сказали, что меня на работу не выведут. Тут как бы несколько причин, опять же, тоже мне напрямую не говорили, но достаточно очевидно, что первая причина, что ты, когда работаешь, ты раз в какое-то время получаешь прощение, просто бумагу от администрации, что ты там ничего не нарушаешь, нормально себя ведешь. И ты с этими бумажками потом приходишь в суд, когда подаешь на УДО, и суду важно, чтобы у тебя было хотя бы несколько прощений. Я не работал, прощения не получал, и на УДО гарантированно сложнее было бы мне уйти. А вторая причина, что когда ты ходишь на работу, ты очень много перемещаешься по лагерю, ты общаешься с осужденными, с других отрядов, можно информацию какую-то получить, передать, можно больше увидеть. Может быть, они не хотели, чтобы ты какую-то информацию получил, которая потом может наружу вылиться. А как тогда проходили ваши дни, если вы не работали? В колонии строгий распорядок, там все по минуткам расписано, что когда нужно делать. В 6 часов подъем, быстренько надо заправить кровать по-армейски, так вот все, чтобы было натянуто сверху простыня, вот она должна быть заткнута, там натянута, чтобы вот коробочек спичечный кидаешь, он прыгает. Потом быстренько надо умыться, и в 6.15 начинается зарядка на улице. Это длится минут 10-15, потом мы возвращаемся в отряд. В зависимости от распорядки тоже там менялось немножко, но там типа либо телевизор нужно смотреть, либо собираться идти в столовую на завтрак. В столовую приходишь, чуть больше часа надо было смотреть телевизор, нельзя было читать и писать. Потом 2-3 уборки в день, какие-то периоды называлось ПВР, когда нужно сидеть в специальном помещении и смотреть телевизор. Какие-то часы из этих часов ПВР можно было заниматься своими какими-то делами, там читать или писать. Вот это время я тратил там, чтобы читать книги, писать письма, потому что писем довольно много приходило, я пытался на них отвечать. Занимался самообразованием, учил английский, какой-то период учил финский язык, ну вот, да, и много читал, рисовал немножко. Был один час, это называлось спортчас, когда можно было выйти на улицу и позаниматься спортом. И были часы, личное время называлось, такое более свободное, когда ты уже сам в периметре вот этого барака, отряда и локального участка можешь делать то, что не запрещено правильным мандитриным распорядком. А в колонии знали, что вы политзаключенный? Как-то отношение из-за этого к вам отличалось от отношений между вот другими людьми или администрацией к другим людям? Да, они знали, что, во-первых, по терроризму я сижу, во-вторых, что дело резонансное. И сотрудники администрации, они, да, с первых дней, конечно, там, вызывали на разговоры, то есть вообще пытались понять, что происходит, что я такой и насколько я опасен. Отношение немножко отличалось, не скажу, что это сильно хуже было, но было сильно больше контроля. Могли там, не знаю, вызвать на беседу, сказать, а что ты вот с этим много общаешься, а что ты вот с этим? А со стороны осужденных, не знаю, не скажу, был, конечно, интерес, потому что статья необычная, поэтому, да, просто многие интересовались самим делом, ну, я рассказывал. Часто можно слышать, что в российских колониях по меньшей мере треть заключенных сидят вообще ни за что или не должны там находиться. У вас сложилось такое впечатление? Да. Есть и дела какие-то либо сфабрикованные, либо очень сильно притянутые, а есть просто, когда человек сидит за какие-то очень незначительные правонарушения, за которые, казалось бы, там можно ему дать либо штраф, либо условный срок. Ну, иногда действительно пообщаешься с человеком, почитаешь его приговор, например, понимаешь, что, ну, совсем какая-то чепуха, там, концы с концами не сводятся, и дело явно сфабрикованное, человек явно не должен находиться в тюрьме. А она исправляет вообще? Нет, очевидно, что тюрьма в России, она имеет прямо противоположный эффект. Происходит процесс обратной социализации. Он теряет полезные социальные связи, наращивает негативные социальные связи, учится там, не знаю. Значительную часть времени они обсуждали, вот разные преступления. Как они там, не знаю, в лес пошли и закладку взяли, как кого поймали, как можно, не знаю, что-нибудь украсть, где-нибудь кого-нибудь обмануть. Вот конкретно, где я находился, там были и первоходы, и второходы в разных отрядах. И ты прям видишь, что человек там буквально при тебе, он заезжает, не знаю, на полгода, освобождается, и вот еще пока ты сидишь, он уже опять успевает совершить какое-нибудь преступление, опять сесть, и он уже вот в отряде там со второходами сидит. Для государства, казалось бы, никакой пользы от этого нет. Наоборот, государства тратят много денег на содержание заключенных, а приводят только к тому, что они потом выходят и сразу же опять делают какие-нибудь преступления, опять садятся. Ну, какая-то абсолютно бессмысленная, негуманная система. А в вашу колонию, вот в той, в которой вы находились в Карелии, приезжали вербовщики ЧВК Вагнера? Да, приезжали. Довольно много ребят поехало, потому что то, что показывали по телевизору всю пропаганду, они, в принципе, все это верили, и также как бы вот прям как показывают по телевизору и оценки событий, там, и интерпретации, они примерно так себе все это и представляли. То есть они видели по телевизору, что все очень здорово, Россия наступает, что это борьба за правое дело, и они во все это прям верили, и многие хотели поехать. Притом, что нужно подчеркнуть, что в колонии общего режима сидят за преступления там средней тяжести, тяжкие. То есть там 40 год, два, три. Вот у меня было 5,3 срок, это считалось достаточно большой срок. То есть у ребят там 40 не очень большие, при этом все равно многие из них поехали на войну, именно потому что им казалось, что это классно, правильно, что они вернутся героями, и что риск относительно небольшой. Поехало примерно процентов 10, наверное, тех осужденных, которые там были, причем ехали буквально ребята там, у которых там 3 месяца оставалось, там, или полгода, то есть какие-то, ну, небольшие срока. Скажите, вы когда вышли из колонии, вы уже сказали, что у вас было просто какое-то очень насыщенное время, потому что нужно было решить очень много вопросов, но по вашему вот первому ощущению, вот вы вышли и оказались уже на гражданке. Многое ли изменилось, не знаю, визуально, по настроениям в России за то время, что вы были в заключении, скажем так? Когда просто идешь по улице, может быть, это не так заметно. Бросается в глаза то, что в больших городах там везде каршеринговые автомобили и очень много скутеров. Это вот чисто визуально то, что бросается. А для меня большие перемены были скорее в моем круге общения, что я знаю там, что много ребят, знакомых уехали из России, кто-то бежал от мобилизации, кто-нибудь журналистом работал, у него закрыли его СМИ, объявили там иностранным агентом. Вот такие вещи. В общем-то, всякие разные последствия войны очень сильно чувствовались. Но, опять же, все это я примерно более-менее знал еще пока находился в заключении из письма, из разговоров. А письма нужны вообще? Письма, конечно, это очень круто, это очень помогает. Такой мостик на свободу, потому что, когда получаешь письма, все-таки ты чувствуешь, что ты не один, это достаточно заряжает, поддерживает. Плюс вот этот фактор, что круг общения, ну, это контингент, там, ну, тушите свет. И через письма я получал вот то общение интересное, классное для меня с людьми, с какими-то похожими интересами. Плюс я все время занимался каким-то самообразованием, и мне периодически просто нужна была какая-то информация, там, просто статью из Википедии прислать еще что-то, и это тоже как бы мне очень помогало в письмах. Кроме того, сотрудники администрации и другие осужденные видят, что у тебя приходит много писем, и они понимают, что ты какой-то человек с поддержкой, что если там тебя начать прессовать, то будет кому-то за тебя вступиться. Короче, тоже помогает. А вы сейчас на свободе пишете? Пока не писал, но у меня есть такой пункт, план, да, что я бы хотел бы. Вот сейчас чуть-чуть отдохну, становлюсь, наложу все свои процессы жизненные и буду. Отдельная еще история. Я понял, что здорово же как бы не только в России есть какие-то репрессии, есть и в англоязычных странах, испаноязычных странах репрессии. Можно писать людям в другие страны и просто практиковать язык, то есть совмещать сразу несколько дел. Но я планирую точно в Россию писать. Антифашист, один из осужденных по делу террористического сообщества Сети, недавно освободившийся из колонии Юлиан Бояршинов, был гостем подкаста «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова, и я, Наталья Чампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова